алло николай георгиевич здравствуйте так наталья юрьевна сергеева здравствуйте так друзья маленькая преамбула сейчас на теле мастер телемост номер 7 вы в очередной раз встретитесь с чеком которая называю великий сергеев далее по его я представлял одних регалий три страницы вот они так но вы ничего не знаете о его жене я чуть-чуть сейчас сейчас это прям было минуточку значит если сейчас их двое я мы не готовили никаких сценариев мы не знаем сколько еще серий будет на экране тот самый великий сергеев и я немножко пролистнул и так как у меня нет фотографии у жены вот здесь из красивейшая цветок называется кажется роза вот она вот представим себе что это символ его жены натальи юрьевне далее я им предоставляю слово по нашим правилам которые я провел около сотни теле мостов каждый имеет право говорить все что хочет и ни одного теле моста не было потом уничтожено мол не то сказали так друзья чита сергеев пожалуйста кто будет говорить о чем будет норвенизма и какой-то степени если валерий константинович согласиться с моим направлением немножко пить его парень константинович и ваших слушателей путешествие мир познания то без философского утверждения кто мы зачем мы вопросы мироздания и немножко разобраться про устройстве этого мира хотите назовите эту науку философию хотите эзотерика как вам будет угодно если вы примете мои рекомендации моего пути изыскания этого вопроса то я буду только очень рада этом вот так я слушаю очень внимательно и вы наверное заметили из тех кто готов учиться до бесконечности ну так сударь я хочу сказать что вы большую молодежь вы задаете вопрос о теории дарвинизма наверное здравомыслящий человек живящее на этой планете земля обязательно будет задавать себе вопрос кто я зачем я и действительно я произошел от объявляю на их вообще кто и зачем в этом мире существует такие вопросы когда-то я задавала и самой себе этим не был вопрос познания этого мира я также училась в школе я также изучала теорию дарвинизма я также изучала религию всего мира и пришла к определенным как бы своим путям изыскания теории дарвинизма естественно дарвин создал ее будучи христианином будучи священником но он был великим ученым и тем не менее в конце жизни есть ледения что он отказался от этой теории дарвинизма но тем не менее наша наука до сих пор нам ее преподает в школах в улбах я к сожалению не имею высшего образования начальное специальное образование тоже меня подвигло к этому изучению но вопросы были внутри поиск был внутри меня и несколько лет тому назад мне попали эти удивительные книги ученого большой области познания этого мира которого учил хранитель хранитель этих знаний это книги георгия алексеевича сидорова книги называется хронико эзотерический анализ современной цивилизации я думаю что многие здравомыслящие люди прибегают познанию этого мира через книги георгия алексеевича тем более он ученый он геолог он интереснейший человек и ролики его есть в интернете и книги вы можете почитать в электронной версии или приобрести эти книги и вопросы по существованию этого мира теории дарвинизма у вас а вот раскрытые внутри вас и вы поймете как устроен мир кто миром управляет и кто и кто прав во всех этих изыскания а второй момент что мир управляемых то что сейчас нами происходит это направленная мне кажется разрушение всего человечества это уже мои как бы философские рассуждения по этому поводу и не поэтому я рекомендую вас изучить эти книги а вот потом рей константинович вы затрагиваете вопрос о том почему же христианская религия преподает люди не укради и тем не менее 2000 лет что существует христианском и христианском мир не изменился но если вы рассмотрите теорию буддизма то буддистской практике там вообще идет не страдания да то есть религии христианство мы страдаем и рабы божьи да а буддизм не наоборот уход от страдания при том теория буддизма как религия как философское учение она совершенно изменилась если мы возьмем теорию буддизма бун-по это одно из направлений которые практически я подумала о том почему человек болеет почему страдает почему только много заболеваний и одно из как бы моего его искания поэтому те страдания наши болезни связано со страхами и негативными эмоциями которые нам преподает общество поэтому теория бун-по она сохранялся сейчас буддисты это в основном монахи да то теория бун-по челософское учение бун-по ему 17 тысяч лет якобы она принесена было в тибет за байкалья и она утверждает о том что есть удивительная книга христофар хаббард книга называется тибетское позитивное мышление когда вы ее изучите вы поймете как негативные эмоции разрушает на физическое тело разрушает наши наш мир нашу ауру наше мировоззрение вы перестанете смотреть возможно на восьмые передачи то что я сейчас это делаю потому что сколько много негатива льется на человеческое общество и люди никогда не могут справиться с этими эмоциями отсюда и сердечные приступы отсюда люди уходят раньше времени но это кажется что люди уходят и умирают как вам угодно будет другой мир но все взаимосвязано если вы еще возьмете в изучение позитивного мышления книги как-то терапии а я рекомендую вам ознакомиться с трудами екатерины тёниной и она тебя всегда не вам назвала эльщик как как кодеке там есть удивительная сказка командировка не думайте что как-то как кого-то не манек добрый молодцам брок да то есть нельзя как бы напрямую говорить о некоторых вещах youtube это уничтожает раскатки которые поднимаются как к терапии они естественно лечат душу человека потому что многие сейчас батюшки тоже я считаю что продают человеческие качества и в батюшках и во многих людях да и во всем управляют человеческие качества человека доброта милосердия да и доброжелательность людям и почему-то возвышается негативные качества жадность скряжетничество высокомерие да и власть почему происходят войны войны происходит от зависти и захват чужого имущества если бы человеческие качества были добродетельные то наверное человечество немножко встала на другой путь развития поэтому рекомендую вам ознакомиться теории проезд венера жак фреске он был удивительнейший человек который прожил больше 100 лет и его теория о мире на планете мне кажется она актуальна если человечество и его сподвижники примут эту теорию то мне кажется на земле будет удивительно происходить удивительные события начнут происходить на земле во второй во втором аспекте наш наш ученый наверное вы все ваше поколение читали книги ивана и кремова да поэтому возьмите и заново перечитайте книгу час быка или прослушайте сейчас очень много аудиовариантов это экономит ваше зрение экономит ваше время вот я думаю что иван и кремов как раз затронул час быках именно ту ситуацию которая происходит сейчас мире тоже самым и россии вот и там кстати сказано очень много путей принятия этого мира вот и вы по-другому поймете кстати я находила сведения что эта книга была запрещена в советское время насколько я думаю что если вы прочтете георгий алексеевича сидорова вы поймете почему книга и кремова вроде бы писатель фантаста чем и что же там такое заложено что эта книга была запрещена но потом вдруг разрешена я думаю что разрешена она была только потому что а те кто ее запрещал инквизица или как угодно на зрите этих людей они просто подумали что человечество не поймет люди не поймут какие там были затронуты философские проблемы человечества поэтому вот я думаю что Валерий Константинович вас ждет удивительное путешествие познания и те кто слушает вас я думаю что они с удовольствием прочтут то что я вам рекомендую вот другой момент если вы захотите действительно изучить человеческие эмоции то что вы распыляетесь и ваши эмоции кто-то ест то вы можете пойти в эзотерический путь познания этого мира и прочитать книги Патрисии Кори о цивилизации дельфинов да то есть ученые же хотят познать что это за дельфины да что у них мозг и развитие интеллект намного превышает человеческий хотя считается что человек царь их природы и царь его этого происходящего в этом мире но есть ученые которые заинтересовались дельфинами и изучают вот эту шикарную цивилизацию и зачем они к нам на деле пришли вообще дельфины да кто это за существа поэтому по 3 книга есть пока мы вас не покинули это о цивилизации дельфинов от ученых которые изучают дельфинов и у нее есть шикарная книга про Атлантиду то есть вы же задаете тоже себе была Атлантида не была Атлантида я вообще считаю что на планете Земля есть артефакты которым некоторым ученым вообще как бы не удалюк и если они признают эти артефакты то я считаю что до нашей цивилизации были цивилизации которые превышали по высокому уровню развитию современное человечество вот ну вот наверное пока то что я бы хотела рассказать вашим слушателям и вам Валерий Константинович спасибо так смотрите мне нравится знаете что что я столкнулся человеком необыкновенного кругозора я фактически живу в одиночестве вот таких как Николай Георгиевич как вы я еще не более двух-трех вспомню это за всю жизнь поэтому у меня праздник вот я даже не ожидал такого я мои познания как меньше ваших вот если коротко Иван Ефремов для меня идеал человека философа думчего самого сейчас быка запретили потому что он нарисовал Советский Союз во всей его неприглядной истории поэтому вот потом значит это значит артефакты существует сейчас мы имеем в виду целую огромные по этот самый научный как его назвать-то конгломерат который работает пустую не занимаясь изучением истории земли только или им запретили или действительно существует этот самый мефистофию Валерий Константинович поэтому почему это происходит и почему это запрещается я рекомендую вам изучить труды Георгия Алексеевича Сидорова хроникоэзотерический анализ современной цивилизации тогда у вас отпадет вот эта вот борьба почему это запрещается вы тогда уже будете говорить совершенно другим языком И если вы это изучите я буду рада с вами обсудить эти книги потому что многие садоводы приезжающие к нам кто-то читал Сидорова кто-то его понял кто-то не понял кто-то снялся просто махают рукой Но так что люди их вот читают это уже радует Вот поэтому тогда у вас отпадет вот эти вот ваши сомнения почему и кому выгодно открывать это и уничтожать это и не говорить людям об этом Ну примерно я догадываюсь придется возвращаться к Богу А к Богу возвращаться нельзя воровать Бог это скромность Представляете это самое Вся страна разворована и теперь те кто разворовал они скажут верьте в Бога Валерий Константинович о Боге Бог на современной религии говорит нам о том что мы рабы Божьи Что такое демократия Вы хоть и говорите что политике не надо касаться Но если вы будете читать слова образа Что такое демократия Демократия это рабовладический строй Вот поэтому как бы вы не говорите к нам относятся как к рабам Рабам Божьим А если вы будете думать о том как я думаю Я не считаю себя рабой Божьей Я считаю что я дочь Бога Конечно у меня есть свои катетиты Алло 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 Георгиевич Люблю и силы не спят Ого Я только рот открыл Только рот открыл Сказать что стоит только заняться эзотерикой и еще чем то Все сразу помехи Алло Слышите меня Да Да Запись продолжается Так друзья Давайте так Мне сейчас достают звонки с Украины Видимо последствия моего телемастаза это Западной Украины И они не дают нам говорить Слышите беспрерывно это Вот Я сейчас прерву запись Мы там свои мы никуда не денемся Отвечу Украине Вот И потом будем говорить Уже звонков 15 вы слышали за это время Хорошо Ну хорошо Валерий Константинович И возможно из-за таких звонков прервалась связь Все я пока запись осталась Уже это самое Самое главное что хочу сказать Значит то что вы сейчас сказали это уже большая ценность Это же не только мне одному направлено Вот Да да Валерий Константинович Это не только вам это вашим слушателям Которым действительно интересно Планета Земля И что происходит с нами Вот Так теперь это Прежде чем прервать запись Я вам после Снова включусь Разберусь с Украиной Включусь и попрошу вас Алло слышите меня Да 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 Валерий Константинович Опять Украина Так вот Значит Я попрошу вас Будьте добры Ответьте на вопросы В школьном учебнике написано У человека нет души Есть и душа Куда она уходит после смерти У вас же круг какой Вы наверняка знаете Есть и реинкарнация Это важнейший момент Хорошо Валерий Константинович Я отвечу на ваши вопросы Для вас и для ваших слушателей Потому что Мною эта тема уже изучена И сомнений у меня Никаких по этому вопросу нет Ладно мне надо поговорить с Украиной Это отзвуки Отзвуки моего свежего телемоста Рядом с вашим телемостом Увидите Хорошо Всего доброго До 53 Хорошо Продолжение следует